Ваше Высокопресвященство, глубоко уважаемый Владыка Кирилл, уважаемые участники форума, позвольте мне глубочайшим уважением приветствовать вас здесь, на этом форуме, форум царский. И я не могу не отметить то, что Русская Православная Церковь – это крупнейший и авторитетнейший общественный институт современной России, и потому такое крупное мероприятие, как общественный форум, является значимым для всех уровней власти, поскольку способствует реализации тех задач, которые очень актуальны сегодня для всей страны и для нашего региона. Без уважения к собственной истории, к самым светлым и торжественным страницам, не существует настоящего и будущего. И 2018 год – это год знаковых событий, это 405-летие Дома Романов, это 150-летие со дня рождения последнего императора Всероссийского Николая II. И ни для кого не секрет, что даже в Советском Союзе все достижения мерили, ориентируясь на 2013 год, год успешный для развития России. За 20 лет правления Николая II население империи возросло на 50 миллионов человек, то есть на 40 процентов. В России быстро развивалась металлургическая промышленность, общее число рабочих за 20 лет с 2 миллионов приблизилось к 5 миллионам. Происходящие в России перемены отмечали и иностранцы. В конце 2013 года было отмечено о том, что поразительные успехи сегодня, в тот период, в 2013 год, развивались во всех областях. Если дела европейских наций, говорили они, будут с 2012 по 1950 год идти так же, как они шли с 1900 по 1912, Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и экономическом и финансовом отношении. Император Николай II осуществил масштабную и выдающуюся реформу народного образования в истории России. Именно в годы его правления была построена существующая до настоящего времени школьная сеть и созданы организационные и материальные условия для осуществления всеобщего образования. Как одно из достижений образовательной реформы в годы правления государя в России был осуществлен настоящий научный прорыв. Мы можем вспомнить те открытия мирового уровня в области физики, математики, химии, биологии, медицины, машиноведения и нобелевскими лауреатами стали Иван Петрович Павлов и Илья Ильич Мечников, единственные наши соотечественники, получившие ее за открытие в области медицины и физиологии. Русская наука при императоре Николая II получила мировое признание. Благодаря этому во время царства Николая II Россия прочна вошла в пятерку наиболее развитых стран в отношении уровня развития науки, научно-технического образования и высокотехнологичных отраслей промышленности того уровня. И как представитель законодательной власти не могу не отметить того факта, чтобы именно при Николае II зародился российский парламентаризм. По манифесту 17 октября 1905 года населению были дарованы гражданские права и свободы. Создана Дума, наделенная законодательными полномочиями. И Первая Государственная Дума начала свою работу 27 апреля 1906 года в зале Таврического дворца Санкт-Петербурга. Правда, проработала она всего 72 дня, но именно тогда было положено начало развитию парламентаризма. Мы сейчас, законодатели всей страны, ежегодно 27 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга отмечаем день парламентаризма, где подводим итоги деятельности и законотворческой, и по всем направлениям работы законодательных органов именно в этот день строим планы на будущую законодательную работу. Встречаемся с президентом, определяем те вопросы, которые необходимо решать, в том числе с участием федеральных органов власти. Кроме светлых страниц в российской истории, есть немалые доли трагичных. И сегодняшняя встреча в значительной мере связана с трагическими событиями 2018 года. Уже многие годы мы склоняем головы перед событиями июля 2018 года. Это дань покаяния перед мученицкой смертью в доме инженера Ипатьева и в Алапаевске, членов царской семьи. То, что столетия назад произошло на Среднем Урале, во многом изменило ход развития нашей страны. Сегодня нам необходимо вновь обратиться к событиям того периода и извлечь из них необходимые уроки и сделать их достоянием широкой общественности. Сегодня, когда, по словам нашего президента Владимира Владимировича Путина, общество должно иметь духовные скрепы, это милосердие, сочувствие, сострадание друг к другу, опыт русской православной церкви невозможно переоценить. И значение милосердия, уважения, терпимости, любви к семье, своему народу и Отечеству – это истинные ценности веками из поколения в поколение, передаваемые русской православной церковью. Мы, представители мирской власти, поддерживаем усилия по укреплению авторитета церкви как миротворческой силы, способствующей единению людей ради общего служения Отечеству. Мы высоко ценим вклад церкви в трудную работу по созиданию духовного здравия людей, неустанное взращивание души человеческой. И церковь многое делает для укрепления согласия в нашем обществе, его нравственного оздоровления. Все мы любим нашу Родину, и каждый из нас должен делать все, чтобы в России всем жилось комфортно, царили мир, согласие, взаимопонимание и терпимость друг к другу. И общие гуманистические и нравственные идеалы во все времена сближали людей, веками скрепляли российский народ, помогая ему преодолевать любые испытания. Не могу не отметить еще один тезис нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он сказал о том, что закон может защищать нравственность и должен это делать, но нельзя законом установить нравственность. И сегодня нам требуется нравственно выверенная оценка причин и последствий событий процессов прошедшего столетия. Если только отрицательно судить об исторических деятелях, осуждать широкие массы людей, которые были вовлечены в те или иные события по разные стороны баррикад, движимые зачастую искрыми идеалами справедливости и солидарности, мы ничем не будем отличаться от пропагандистов того времени. Требуется всестороннее и честное осмысление действий. Как точно отметил святейший патриарх Московский Всеруси Кирилл, не нужно исключать из исторической памяти ни один из периодов, но нужно воспринимать их здравым смыслом и незамутненным нравственным чувством. И тогда правда будет отделена от лжи, а добро от зла. Нравственное правовое осуждение преступлений, совершенное конкретными историческими деятелями, не может преуменьшить или обесценить подвиги миллионов наших соотечественников, искренне трудившихся на благо своей страны и будущих поколений. Уважаемые участники форума, лишь утверждение в обществе подлинных ценностей является залогом духовного и социального благополучия нынешних и будущих поколений. И наше взаимоуважение, любовь к родине, бережное отношение к культурным и духовным традициям, внимание к обездоленным консолидирует наше общество, служит укреплению гражданского мира в стране и решению задач дальнейшего развития Свердловской области и всей России. Желаю всем участникам форума успешной работы, понимания и согласия. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова